Пробуем. Мммм, фантастика! Приветствую вас, друзья, на канале Киндрас Лайф. Готовим свиную рульку по-чешски. У меня уже на канале есть один рецепт, где я очень вкусно приготовил свиную рульку. Советую вам посмотреть. Но сегодня мы будем готовить свиную рульку по-чешски. Особенностью данного рецепта является то, что свинная рулька предварительно отваривается в темном пиве. От этого она приобретает свой характерный вкус. Еще для приготовления нужны будут специи. Специи играют важную роль в формировании вкуса. И понятное дело, что каждый подбирает специи по своему усмотрению, которые нравятся вам. Но я же в данном случае буду использовать лавровый листочек, душистый перец, гвоздику, зерна горчицы, черный перец грубого помола, а также красный острый перец. У меня вот такой вот высушенный стрючочек есть. И степень остроты каждый регулирует сам. Если вы любитель острого, возьмите побольше. Я возьму одну треть. Если вы не любитель острого, возьмите самую малость. Чуть-чуть. Для пикантности. А еще нам понадобится лук, морковка и чеснок. У меня две небольшие луковицы, две небольшие морковки. Можно взять одну большую луковицу и одну большую морковь. И по чесноку тоже. Каждый выбирает столько, сколько любит по остроте и по аромату. Я же возьму где-то в среднем 5 зубчиков чеснока. Но можно в принципе добавить и целую головку. Как говорится, тут дело вкуса. А еще отдельная история стоит у нас в сторонке. Это столовая ложка меда и горчицы. Их мы будем использовать для глазировки в дальнейшем приготовлении. Увидите. Процесс приготовления свиной рульки начнем с того, что нам надо ее будет отварить в пиве. Я свиную рульку предварительно почистил, помыл. Она у меня вот такая вот красивая. По весу где-то здесь приблизительно 1,5 килограмма. Свиная рулька варится 2 часа. Для этого я беру кастрюлю побольше. Укладываем сюда рульку. Добавляем овощи, специи и заливаем пивом. Давайте начинать готовить. При варке свиной рульки важно, чтобы жидкость ее покрывала всю. Поэтому кроме пива мы добавляем воду. Воды добавляем таким образом, чтобы она покрыла рульку. Кастрюльку накрываем крышкой. И ставим на маленький огонь на 2 часа. Свиная рулька сварилась. По большому счету это уже готовый продукт. Для лунка можно попробовать достать косточку. Видите, легко отстает мясо от кости. Значит готово. Но мы на этом не останавливаемся. Я взял немного бульона. Пахнет он очень ароматно. Специи сделали свое дело. Но для того, чтобы рулька была еще вкуснее и красивее, нам надо ее покрыть глазурью. И поставить минимум минут на 30-40 в духовку. Чтобы она подрумянилась. В процессе, когда она будет стоять в духовке, мы ее будем доставать раза 2-3. И промазывать глазурью. Для глазури я беру 1 столовую ложку меда. Беру горчицу. Горчицу тоже возьму где-то. Чуть больше чайной ложки. Такую чайную ложку с верхушкой, с горбом, как говорится. Добавляю сюда. Мед с горчицей густые. И я, наверное, добавлю еще буквально капельку жидкости. Капельку бульона. Самую малость. Буквально чайную ложечку. Просто мед густой. Если мед жидкий, то, в принципе, можно его бульоном не разбавлять. Вот так вот хорошенько перемешиваем. До однородной массы делаем глазурью. Смесь для глазури у меня получилась густая, тягучая. Не надо делать ее слишком жидкую, потому что она будет стекать, а нам надо, чтобы получилась красивая румяная корочка. И перед тем, как ставить в духовку и наносить глазурь, я добавлю, чтобы наша свиная рулька не подгорела, в посудину, в которой я буду ее запекать, немножко на дно бульона. Здесь как раз есть и элемент жира, который образовался в процессе варки. Добавлю на донышко чуть-чуть бульонечка. Тоже немного. Так, чтобы донышко чуть-чуть покрылось. Берем нашу рульку и обмазываем ее глазурью. Аккуратненько наносим. А вы не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Мне важна ваша поддержка. Благодарю. Вот так вот наносим глазурь. Свиная рулька приготовилась. Выглядит она очень вкусно и аппетитно. Жалко, что камера не передает ароматы. Это просто фантастика. Свиную рульку хорошо подавать как на праздничный стол, так и просто порадовать себя вкусной едой. Давайте поскорее отрежем кусочек и попробуем эту вкуснятину. Кусочек мяса очень красивый и сочный. Отрезаем и пробуем. Пробуем. Мммм, фантастика. Что можно сказать? Свиная рулька получилась вкуснейшая. Мясо тает во рту. Карамельная корочка. Чувствуется умеренный аромат специй. Они выгодно подчеркивают вкус мяса. Советую вам попробовать приготовить по этому рецепту хотя бы один раз. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим рецептом с друзьями, готовьте сами. А я для вас буду снимать еще больше вкусных и интересных видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok